МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Вы смотрите новости на телеканале Север. Здравствуйте. В студии Алина Волчейская. И вот о чём расскажем сегодня. На повестке национальный проект демография. В Ненецкий округ с рабочим визитом прибыл министр труда и социальной защиты России Максим Топилин. Не проехать, не пройти. Грунтовая дорога, соединяющая окружную столицу с посёлком Красное, вновь в плохом состоянии. Автомобилисты негодуют, есть ли выход из сложившейся ситуации. И накануне Дня учителя в нашем эфире материал о педагогах, которые многие годы трудятся на краю земли, в маленьком селе на берегу Белого моря, в Шойне. Об этом не только в ближайшие 20 минут. Министр труда и социальной защиты России Максим Топилин с рабочим визитом прибыл в столицу Ненецкого округа. В рамках двухдневной поездки глава Минтруда посетит социальные и образовательные учреждения Нарьинмары и посёлка Искателей, связанные с реализацией национального проекта «Демография», а также проведёт ряд совещаний и рабочих встреч. Визит министра начался со встречи, которая прошла в кабинете главы региона. Александр Цибульский рассказал Максиму Топилину о мерах соцподдержки, которые действуют на территории, и о важности национального проекта «Демография» для Ненецкого округа. Для Ненецкого автономного округа все проекты, которые идут по линии вашего министерства, они являются крайне актуальными. Мы участвуем в пяти национальных проектах практически на больше 7 миллиардов. У нас до 2024 года финансированы по этим направлениям. Почему Ненецкому округу это крайне важно? Потому что, наверное, эта территория, наш регион, один из наиболее социально ответственных, если так можно сказать, территорий. У нас действует больше 170 мер социальной поддержки разных категорий граждан, и мы стараемся, несмотря на все бюджетные проблемы, которые потенциально могут возникать, все-таки вот эту социальную ответственность перед нашими гражданами выдерживать. Поэтому спасибо большое. Мы в дальнейшем планируем в этом направлении двигаться, улучшать жизнь наших жителей. И не совру, если скажу, что всегда чувствуем поддержку Министерства труда и социального развития в этой деятельности. В свою очередь министр отметил, что в Ненецком округе высокие показатели порождаемости. Следовательно, для региона наиболее важными в рамках нацпроекта являются такие проекты, как строительство детских садов. На эти цели предусмотрены значительные финансовые ресурсы. И это еще не все. В следующем году мы начинаем еще дополнительные программы поддержки. Во-первых, это поддержка семей, где рождается первый ребенок. Пособие будет платиться уже не до полутора лет, а до трех лет. Это решение уже принято. И с точки зрения доходов граждан, поддержки семьи, это очень серьезное будет иметь значение сейчас. И это все финансирует федерация. Здесь не потребуется никакого софинансирования со стороны субъекта. Это чисто федеральные расходы, субвенция. В следующем году мы открываем также программу обучения женщин, которые находятся в отпуске по уходу за ребенком. Сейчас работаем с Минфином в этом направлении. Тоже здесь Ненецкий округ получит федеральное финансирование. Рублем это новая будет программа в следующем году. После совещания Максим Топилин вручил ключи от трекола, приобретенного в рамках национального проекта «Демография». Транспорт будет использоваться социальными службами для доставки из поселений людей высокого возраста, которым требуется какая-либо социальная помощь в столице региона. Также в Нарьинмаре состоялось совещание в режиме видеоконференц-связи с профильными ведомствами субъектов Северо-Западного федерального округа по вопросам реализации задач национального проекта «Демография» и достижения до 2024 года национальных целей социально-экономического развития по повышению реальных доходов граждан и снижению уровня бедности. Накануне в поселке Искатели состоялась первая организационная сессия Совета Заполярного района 4-го созыва. Парламентарии избрали нового главу Заполярного района. По итогам голосования им стал Виктор Ильин. В начале заседания председатель избирательной комиссии Заполярного района вручила членам нового состава Совета депутатские значки и удостоверения. Когда все необходимые формальности были соблюдены, муниципальные депутаты приступили к выборам главы Заполярного района. На голосование были внесены две кандидатуры – Виктор Ильин и Ирина Артеева. По итогам тайного голосования 14 из 16 голосов муниципальных депутатов набрал Виктор Ильин. Вступая в должность главы муниципального района Заполярный район, торжественно обещаю справедливо и беспристрастно осуществлять предоставленные мне полномочия, честно и добросовестно исполнять свои обязанности, прилагая все свои силы и способности на благо жителей Заполярного района. О чем? Ставлю подпись. В завершении заседания Виктор Ильин поблагодарил депутатов за оказанное ему доверие, которое пообещал оправдать в своей работе. С приходом осени автомобилисты поселка Красное вновь столкнулись со старой проблемой – размытая дождями и убитая тяжелой техникой дорога. На единственную в округе грунтовку, связывающую село со столицей региона, сетуют все, кто отправляется в город или едет в Красное. В социальных сетях то и дело появляются видео и гневные комментарии водителей. В том, что дорога действительно в неудовлетворительном состоянии, убедилась и наша съемочная группа. Слово Александре Литковой. Грунтовая дорога в Красное никогда не отличалась качеством полотна. Его состояние на 29-м километре – отдельная головная боль для автомобилистов. Всему виной так называемые нанотехнологии, которые были применены здесь два года назад. Не надо было делать ерунду, скажем так. Натворили дело, сейчас учат за все. Я думаю, за эти деньги, за все, можно было асфальт положить. Это от Красного до города. Почти круглый год большая часть дорожного полотна напоминает стиральную доску. В летний и осенний период практически ежедневно дорогу бороздят многотонные камазы, доверху забитые песком, уничтожая и без того плохую дорогу и создавая невыносимые условия езды для легковых автомобилей. Сейчас интенсивными темпами идет строительство автомобильной дороги. Вот это на Римар-Красной, на участке от школы и полтора километра до выезда из населенного пункта. И разумеется, подрядчик, производя технологические этапы ремонта этой дороги или реконструкции, он вынужден интенсивно завозить строительные материалы на стройплощадку. Более того, у подрядчика было желание закончить эту дорогу раньше срока. Так, контракт двухлетний, подрядчик нам заявлял, что он пытается закончить и сдать объект даже в этом году. Сейчас мы видим, что погодные условия нам этого сделать не позволяют. Впрочем, некоторые водители все равно едут, уверены, что их обязательно вытащат те же камазы. Вы же здесь стоите, вы мало ли что меня выдернули, да камазы здесь ездят, выдернут. Так что все хорошо, машины едут. По словам Ивана Глазунова, на самых сложных участках должны дежурить грейдеры. Наша съемочная группа на всем протяжении дороги не встретила ни одной единицы техники. Предприятие Наринмардорьемстрой, которое и занимается обслуживанием данной дороги, от комментариев отказывается. По информации профильного департамента, восстановительные работы на разбитых участках начнутся на следующей неделе. Еще раз повторюсь, что пока идет стройка, пока идет интенсивный завоз стройматериалов, дорога разбивается. Как только мы стройку останавливаем, мы понимаем, что у нас появляется возможность дорогу восстановить. Так вот, я прошу всех граждан набраться терпения немножко. Сейчас стройка уже закончится в течение нескольких двух, трех, четырех дней. И я надеюсь, что за следующую неделю мы уже дорогу в Красную восстановим. Что касается всей протяженности дороги от нулевого километра до 39-го, профильным департаментом заказаны услуги по проектированию реконструкции данного участка, в рамках которого будет определен наиболее оптимальный вид покрытия. Капитальный ремонт грунтовки планируется провести поэтапно. Работы будут проводиться в рамках национального проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги». Александра Литкова, Наталья Кислякова, Дмитрий Лукевич, Владислав Носкин, Телеканал «Север». Цикл мероприятий, приуроченных к празднованию 90-летия системы образования в Ненецком округе, прошел в Нарьинмаре. Участие в них принимали более 50 руководителей образовательных учреждений региона. Первым в списке событий стало окружное совещание руководителей образовательных организаций Ненецкого округа. Затем двухдневный семинар-тренинг. Обучающий семинар организован при поддержке главы региона и профильного окружного департамента. Подробности у Ольги Русул. Совещание было приурочено к профессиональному празднику педагогов в Дню Учителя. Вопросы, которые поднимали собравшиеся, касались разнообразных аспектов профессиональной деятельности. В частности, председатель собрания депутатов Александр Лутовинов обратил внимание руководителя образования на новые меры региональной поддержки образовательных учреждений. Речь идет о выплате северной надбавки для приглашенных педагогов, компенсации расходов по найму жилья для преподавателей профессиональных образовательных организаций. В свою очередь, заместитель губернатора Ненецкого округа Наталья Исидорова поблагодарила руководителя учреждений за работу в рамках реализации национальных проектов. Я хотела, знаете, что еще? Поблагодарить проектную группу, возвращаясь к нацпроектам. Летом проектная группа хорошо отработала, отработали сотрудники департамента, отработали ряд руководителей школ, которые были задействованы. Результатом этого стало, что мы победили в ряде конкурсных отборов. «Точка роста» – это кабинет с партами и компьютерами, оформленный в едином стиле. Место, где дети могут заниматься изучением физики, математики, информатики, технологии в новых условиях. Работа центра «Точка роста» расширит возможности для предоставления качественного современного образования для школьников. Запуск «Точек роста» проводится в рамках реализации регионального проекта «Современная школа» нацпроекта образования. Планируется, что такие центры откроются в некоторых городских школах и в новой школе поселка Индиго. Сейчас идет обсуждение и выбор кабинетов для центра «Закупка оборудования». Сейчас еще как раз обсуждается, где будет расположена эта точка роста. То есть идет подготовка к оформлению помещения и приобретение оборудования. Где оно сейчас находится, я вам не могу сказать, потому что существуют определенные условия. Это и площадь определенная, это и количество помещений. То есть мы сейчас обсуждаем этот вопрос, но я думаю, что к завершению строительства мы все успеем организовать, сделать. И как раз к открытию новой школы у нас появится и такой, я считаю, что очень интересный, стратегически важный объект в школе. Лина Гущина, руководитель Департамента образования, культуры и спорта, отметила значимость национальных проектов и проекта образования в частности. Реализация национальных проектов, она складывается не только из денежных средств, еще чего-то, а вот именно главная составляющая ее – это реализация этого национального проекта. У нас, напочеркнули один, который рекулирует портально. Как я ранее говорила, что мы по всем нацпроектам работаем вместе. Это и нацпроект демографии в части спорта, нацпроект образования, национальный проект культура – они все тесно взаимосвязаны. На совещании также обсудили дальнейшее развитие системы образования в регионе, в том числе и будущее трудоустройство студентов средних учебных заведений Нарьинмара. Самое актуальное – это какие специальности актуальны сегодня в округе, в чем и в каких профессиях сегодня нуждается округ, и что мы будем брать на следующий год, каким образом мы будем развивать дальнейшие world skills, и как мы будем проводить демонстрационный экзамен, какие формы, по каким направлениям. Это, наверное, основные вопросы, которые мы сегодня решаем. И не менее актуальный для нас вопрос – это куда пойдут потом работать наши выпускники, потому что насколько они сегодня востребованы. Серия мероприятий, приуроченных к 90-летию окружной системы образования, продолжилась двухдневным семинаром-тренингом «Высокоэффективный руководитель. Новый уровень лидерства и управления» для руководителей образовательных учреждений. Обучающий семинар с приглашенным экспертом организован при поддержке главы региона и профильного окружного департамента. Программа семинара включает вопросы создания работоспособной обстановки в группе, планирование деятельности, принятие управленческих решений, методов командообразования и другие. Эти технологии проверены временем, они применяются на самом деле в различных отраслях, потому что руководитель – это в любом месте руководитель. Это человек, который умеет организовать труд, умеет организовать людей и способен воплощать и достигать определенной цели, приводить свои команды к результату. Участие руководителя образовательных организаций региона в данном семинаре позволит повысить профессиональную успешность, освоить наиболее эффективные коммуникативные технологии, овладеть методиками сплочения коллектива и приемами творческого подхода к решению сложных ситуаций. В этом году совещание руководителей проходит в совершенно новом формате. Сюда включены двухдневные тренинги под названием «Высокоэффективный руководитель. Новый уровень. Лидерство и управление». Сюда входят такие обучающие аспекты, как умение работать в команде, умение работать с коллективом. Включен передовой опыт и технологии ведущих как отечественных, так и зарубежных психологов. Очень необычный формат. Мы привыкли к учебе – это как лекции, теория, материалы, которые даже бывают несовместимы с практикой. А тут все наоборот. Через практику, через тренинги, через кейсы, через занятия мы осваиваем и выходим сами на теорию. Для себя мы определили, какими руководителями. Мы расписали своих работников, как у нас лучших к ним найти подходы. Но самое, что интересно, на этом тренинге собралось 50 руководителей из отдаленных населенных пунктов, руководителей образовательных учреждений. За один день мы настолько сблизились, мы не могли сблизиться за все годы работы. По окончанию курса руководители получили сертификаты, подтверждающие обучение. Ольга Русул, Александра Литкова, Вадим Стасюк, Леонид Шишелов, Телеканал «Север». В культурно-деловом центре Арктика сегодня в преддверии Дня Учителя чествовали окружных педагогов. Торжественное мероприятие «Учителями славится Россия» началось с поздравлений и завершилось праздничным концертом. С приветственным словом к собравшимся работникам педагогического труда обратились первые лица округа. Они отметили важность и значимость профессии учителя. Я считаю, что у вас самая важная на свете профессия, а все остальные идут за вами. На самом деле там можно говорить много о том, что вы учите детей, о том, что вы вкладываете в них все самое необходимое. На самом деле вы же обеспечиваете будущее не только детям, но и всем нам. То, что вы вложите в наших детей, то, как вы их научите, от этого будет зависеть наших взрослых людей старость. За добросовестный труд, достижения и заслуги в сфере образования ряд педагогов был удостоен ведомственных наград Министерства просвещения. Трое учителей получили ежегодные премии, учрежденные губернатором Ненецкого округа. Профессиональное звание «Почетный учитель Ненецкого округа» присвоено ветерану Наталье Дмитриевой. Кроме того, педагоги отмечены грамотными и благодарственными письмами собраний депутатов и администрации Ненецкого округа, а также благодарностями председателя Совета Федерации и Федерального собрания Валентины Матвиенко. Ну а наш следующий материал о педагогах, которые многие годы трудятся на краю земли, в маленьком селе на берегу Белого моря. О тех, кто дарит свою любовь, заботу и, главное, знания подрастающему поколению. Прямо сейчас расскажем об учителях Шоинской школы. Старый добрый колокольчик оповещает шоинских ребят о начале занятий. Сегодня третиклассники пишут диктант. Идеальная дисциплина и заинтересованные лица по-другому здесь и быть не может. Первый учитель детей – специалист с 38-летним стажем. Ольга Маестрович когда-то и сама сидела за партой в этом классе. Она и педагогом решила стать потому, что очень любила свою первую учительницу. Вы знаете, вот сейчас я на работу и иду получать удовольствие. Не ради денег я иду, я это прям лукавить не собираюсь. Я иду работать и общаться с детьми, потому что они мне дают силы, они мне дают радость общения с ними. И я даже очень часто благодарю родителей за то, что они позволяют мне работать с их детьми. А это уже девятиклассники. Начали готовиться к государственной итоговой аттестации. Русскому языку и литературе их учит Анастасия Нечаева. Она приехала в Шойну еще 15 лет назад. Уроженка Нарьинмара она полюбила и село, и местных детей. Да так и осталась здесь. Дети у нас открытые, не злые. И в принципе работать с ними не сложно. Проблем каких-то особых не возникает. Очень легко найти общий язык. Тем более, что живем в маленьком поселке. Встречаемся не только на уроках, но и на улице. С кем-то из них мы являемся соседями, с кем-то даже родственниками. Поэтому проблем нет. Сегодня в Шойнской школе трудится 18 педагогов. Руководит образовательным учреждением Татьяна Широкая. Математик с 37-летним стажем в песчаную жемчужину Арктики приехала в 1982-м. После окончания Донецкого государственного университета. Авантюристка по натуре, получив предложение ехать на север, согласилась, не раздумывая. Я поехала в Архангельск. В Архангельске, в Облану я получила распределение в округ, в деревню Харуту. А когда я приехала в округ, в Харуту уже специалист уехал к тому времени. Поэтому меня послали в Шойну. Поедете в Шойну, говорят. Я говорю, поеду, мне все равно. Я приехала на север за ощущениями, за приключениями. Тогда молодой педагог не испугалась климатических и бытовых трудностей, с которыми можно столкнуться в сельской глубинке, и так и осталась в Шойне. Начала работать учителем математики, а в 1991 году стала руководителем образовательного учреждения. За долгие годы в Шойнской школе сформировался дружный и высоко квалифицированный коллектив, который по сей день дает знания маленьким жителям села на берегу Белого моря. Они любят свою работу, а главное – детей. И дети отвечают им взаимностью. Алина Волчейская, Дмитрий Лукевич, телеканал «Север», село Шойна, Ненецкий округ. И это были все новости на сегодня. Далее прогноз погоды. Спонсор выпуска прогноза погоды – компания «Ямагучи». Я же на этом с вами прощаюсь. Всего вам доброго и хороших выходных. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok